Сетевая маркетинг В настоящее время в США из 850 миллионеров 50% вышли из числа МЛМ Двое из самых богатых людей в США сделают свое состояние в сетевом бизнесе Каждую неделю эта индустрия рождает двух новых миллионеров Акции наиболее крупных сетевых компаний котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже И входят в список 100 наиболее успешных и быстро раздущих компаний Чтобы не показывала статистика, только от вас зависит, добьетесь вы успеха в сетевом маркетинге или нет Если вы решили стать сетевиком, то в первую очередь разберитесь в сетевых компаниях Выберите тот продукт, который вам подходит, который вам нравится Промониторьте рынок Самое главное, на что нужно обратить внимание, есть ли в этой компании система обучения Еще лучше, если в компании есть собственная образовательная академия Следующий важный момент, насколько щедрый маркетинг предлагает твоя компания Вы будете успешно строить свою структуру только тогда, когда компания будет щедро оплачивать работу своих дистрибьюторов Если оплата щедрая, тогда люди будут идти в вашу структуру, чтобы заработать денег Они будут продавать, и тогда компания будет удерживать своих людей Сравните разные компании, посмотрите, сколько они платят примерно за одинаковый объем продаж Выберите ту компанию, которая платит хорошо Тогда не нужно будет уговаривать своих людей, чтобы они были преданы и верны своей компании Они не будут убегать в другие сетевые компании, которые платят больше Они будут работать в твоей команде, в твоей структуре, твоя структура будет расширяться и расти В каждой сетевой компании заключается контракт дистрибьютора Или договор о сотрудничестве Грамотно составленный юристами документ предусматривает права и обязанности консультанта Самое главное, там прописаны условия оплаты и тарифы Там все расписано На каком уровне, сколько вы будете получать Что вы должны сделать, чтобы подняться на очередную ступень карьеры Внимательно изучите его, прежде чем вступать в ряды выбранной вами сетевой компании Часто в самом начале сетевики допускают много ошибок И это нормально, ведь на них мы учимся Но есть такие, которые могут нам помешать Например, когда некоторые люди становятся консультантами Пообщались с сильным лидером Повысили свою мотивацию У них горят глаза Они готовы свернуть горы Продать продукт Что они делают? Они идут и пытаются сразу всем навязать свой продукт и свой замечательный бизнес Эти новички, толком не разобравшись, не попробовав Сразу начинают всех звать, как будто они уже давно работают в сетевом маркетинге И это порой приводит к печальным результатам Конечно, в бизнес нужно приглашать людей Нужно делать презентации, нужно продавать продукт Но это нужно сделать адекватно, спокойно В каждой сетевой компании есть свое обучение В большинстве компаний оно очень качественное И действительно помогает проводить презентацию так, чтобы люди от вас не шарахались Для начала разберитесь в маркетинг-плане своей компании Посмотрите презентации и только тогда идите общаться с людьми И даже если человек не сделает выбор в вашу пользу Он все равно будет понимать, что вы адекватный человек Не надо настаивать, не надо никому ничего навязывать Любите свое дело Просто любите свое дело и делитесь своими впечатлениями Не надо никого уговаривать Дайте людям возможность Если он воспользуется, он ваш Если нет, идите дальше Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова